всем привет с вами канал все для огорода вот я привел в прошлом году дикую яблоню потом все сухари дикие я спилил и вот она привет привелась вот прививочка прививочку будем снимать на следующий год то есть вот эту синюю изоляцию снимем я сейчас снять может в этом месте обломиться потому что здесь я привел врачеб то сделал врачеб оставлял черенок и заматывал все это дело мы должны их все выламывать они здесь не нужны нужны чтобы сок шоу вот вот это тоже выламывается все то есть стволик ну да тут можно оставить потом привить ее что снизу надо тоже отрывать вот столик можно оставить потом привить вот эти цепочки которые все растут мы должны все это дело обрывать чтобы сок непосредственно шел непосредственно к этой прививке вот она будет развиваться третье уже пошли боковые вот то есть это уже будет ветки вот сейчас они мягенькие а уже в июле месяце они станут жесткие поэтому говорят что можно прививать как начале мая так и в июле месяце то есть вот эти вот эти черенки как сказать прутики или веточки они станут более жесткие то есть уже станут такие очень жесткие поэтому потом берется и при выпиваете уже вот а вот этих все со ствола все должны убирать желательно конечно здесь вот прокопать вокруг приствольного круга и насыпать какой-то азотное удобрение чтобы это вот это яблоня она лучше быстрее росла именно вот в эти ветки не в не в ствол то есть тут это стволом оставляем это его должны очищать то есть ничего с настволение должно быть их дикого расти почему я так высоко привел потому что всегда когда корни работают они подают непосредственно сок на самый верх ствола поэтому видите сначала развивается верхние почки а потом уже идут боковые и нижние то есть видите ветки длинные там веточки не очень короткие короче все это надо если будет опять выдвигать цепочки надо все это дело обрезаться то есть мы сломала выламываться вот значит я прививал где-то 7 яблонь привилась сейчас скажу сколько одна две три три яблони привился 7 вот хотя прошлом году они росли а в этом году наверно вымезли что мороз был это надо на 24 мая минус 3 поэтому черенки они иногда вымерзают то есть которые чтобы вот эта часть бывает вымерзает хотя яблони они морозостойкие но все равно вот подписывайтесь на мой канал с вами канал все для огорода жмите на колокольчик чтобы если сидел понятно да то есть делаем прививки или начале мая ну конец апреля или или а прививку делаем в июле месяце вот в июле уже зеленые в зеленые то есть вот этим одревеневшим черенком в зеленые она такая прививая приживается хорошо то есть срастается на сто процентов а вот если просто черная черная который еще почка не спустился там приживаемость конечно как продан процентов сорок не всегда а бывает и не совсем не при при не прививайте не переживайте спасибо за просмотр с вами канал все для огорода подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик всем пока пока